Нам нужно больше компактных кроссоверов, решили в General Motors и усилиями совместного американско-китайского предприятия Saek GM создали еще одну модель этого класса Chevrolet Seeker. Чтобы дебют получился эффектным, для начала решили рассекретить только версию RS с агрессивным обвесом и на 18-дюймовых колесах. Архитектура салона строится вокруг водительского сидения. К нему обращены оба 10-дюймовых монитора, один из которых выполняет функции приборной панели. Силовая установка включает полуторалитровый турбомотор мощностью 179 лошадок и вариатор. Привод только передний и о перспективах появления версии 4х4 пока неизвестно. Но не исключено, что со временем Seeker превратится в глобальную модель и даже доберется до родной Америки. Но на момент запуска ареалом его обитания будет Китай. Другое детище этой марки наоборот, событие сугубо американское. Предыдущее второе поколение Chevrolet Colorado изначально создавалось для внешних рынков в сотрудничестве с японской компанией Isuzu. В случае третьей генерации все наоборот. Американцы делают машину самостоятельно и, в первую очередь, для самих себя. Напомним, что Colorado это среднеразмерный пикап. То есть рабочая лошадка, причем, казалось бы, не самая породистая. Двигателей V-образной компоновки отныне не предлагают. Только рядная турбо-четверка объемом 2,7 литра. Зато есть три варианта форсировки, причем два последних отличаются только крутящим моментом. Мощность же составляет либо 240, либо 314 лошадиных сил. Подвеска простая и для пикапов традиционная. Передняя на двух поперечных рычагах, задняя на рессорах. На выбор будут предлагать четыре модификации, отличающиеся уровнем внедорожной подготовки. И тут особого внимания заслуживает наиболее брутальная версия ZR2. Помимо внешних украшательств, машину наделили отличной геометрией. Углы въезда и съезда 38 и 25 градусов соответственно. Это значительно больше, чем у остальных модификаций. Дорожный просвет больше 20 сантиметров. На 7 больше, чем у базовой версии. Среди прочих отличий доработанный задний мост с передаточным числом 3.42 и здоровенные внедорожные покрышки внешним диаметром 33 дюйма. У версии попроще, колеса более скромные. Впрочем, цены на новый Colorado пока не объявили. Да и сами машины появятся ближе к следующему году.